Пока убранства в храме скромные. Несколько икон, временный иконостас, пустые стены и потолок. Но так будет недолго. Стены распишут и у храма появится лицо. Восстановить церковь на историческом месте решили в 2016 году. В 2017 начали кладку. Сколько стоит полный ремонт, не говорят, не принято. Строят на пожертвования, большие и маленькие. Здесь еще было, ну практически мы только укреплением фундамента занимались. То есть работы только-только начинались и подошел один, ну достаточно молодой, может лет 30 человек, который предстал все жоры. И значит дал, ну здесь был прораб, дал 30 тысяч на стройку, понимаете. Вот это очень вдохновило нас тогда. В этом зале уже проводят службы. Прихожан пригласили в храм в прошлом году. А в соседнем помещении работы еще много. Здесь будет хоровая площадка, алтарь, крестильна с купелью. Уже закончили отделку высокого и красивого потолка, поэтому самое сложное, уверены рабочие, позади. Самое сложное было воплотить все фантазии отца Георгия. То есть вот как он придумал, в частности, тот потолок, который мы сейчас здесь наблюдаем. Было очень сложно его сделать. Ну и в том зале тоже можем посмотреть. Там очень сложные все металлоконструкции. Серьезно была пройдена работа. Прямо под храмом – подвал. Туда ведут витые ступени. Там разместятся служители храма, воскресная школа, а еще в подвале – фундамент. И это важно. Да, вы можете прикоснуться. Можно сказать, что это святыня. Это вот кирпич, который мы очищали. И сейчас за ним наблюдаем, потому что фундамент был старый. И за ним надо следить, то есть обслуживать. Этим кирпичам больше сотни лет. В 1912 году здесь построили здание для воскресной школы. По соседству должен был вырасти храм. Вышло немного иначе. Храм появился сверху. В основе прямоугольный фундамент, поэтому архитектору пришлось постараться. Изюминка здания – мозаика на фасаде. Здесь лики святых, троица, икона Кольцова и гордость отца Георгия спас над Барнаулом. Спас над Барнаулом. И здесь образ спасителя, нерукотворный, который несут два ангела над панорамой города. А в панораме города узнаются все барнульские храмы и даже дом под шпилем. Как долго еще будет длиться ремонт в храме живоначальной Троицы, неизвестно. Работа зависит от пожертвований. Но в мечтах у служителей еще и подсветить эту красоту. Но удовольствие это дорогое. Дарья Демиллер, Александр Антропов. День с толком.